Всем привет, мои хорошие! Это первый влог в 2022 году. Папа дома. Так много времени проводим вместе, что я совсем забыла про свои каналы, про то, что надо рисовать, нужно снимать мукбанки и так далее. Решила отдохнуть. И сегодня решила показать вам свои брови. У меня уже сходит корочка, как вы видите. Вот. То есть они станут светлее. Вот кое-где сошла она, кое-где нет. И у меня очень-очень грязная голова. Это прям ужас. Мне сказали, что 5-6 дней нельзя мыть голову. Вы знаете, после того, как я сделала брови, я могу без макияжа идти. На Новый год я была абсолютно без макияжа. Шла к брату двоюродному, а у двоюродного брата там родственники жены. Все-все-все. И я абсолютно без комплексов пошла на день рождения. То есть, что у меня на лице ничего не было. И все равно я себя чувствую очень комфортно. И в этом плане брови решают все, я вам так скажу. То есть без бровей мне было бы как-то стрёмно. А сейчас я вылечила кожу, у меня вроде и прыщиков нет. А то, что кое-где покраснение, это, блин, норма. То есть идеально отфотошопленное лицо, заблюренное, такой не бывает. Если даже мы это постоянно видим в Инстаграме, все равно в жизни такого не бывает. И с этим надо смириться. Вот и все. Так что меня полностью устраивает моя кожа. А то, что кое-где кое-какие недостатки, это все окей. В общем, сейчас хочу поиграть с папой в нарды. И с вчерашнего дня мы целый день играли с папой. Кто тоже любит нарды и умеет играть, обязательно пишите в комментариях. А я пойду поиграю в нарды, а потом пойду купаться, потому что я уже не могу, прикиньте, я пять дней не мою голову. Пять дней, у меня уже голова чешет. У меня такое ощущение, что у меня завелись блохи. А это коробки, которые папа привез, раздали родственникам. И вот только то, что осталось. Как мне понравились вот эти конфеты. Жалко, что у нас они не продаются. А если продаются, напишите, пожалуйста, в комментариях, где можно купить. Это, конечно, мы уже сверху наложили. Вот такие вот конфеты. Просто божественно вкусные. Очень вкусно. Вот. И вот такая коробка только осталась. Пьем чай с российским шоколадом. Кстати, еще про украшение. Мне так нравится этот браслет, который я покупала в Sunlight. Он просто офигенный. Я его не снимаю уже, наверное, месяц. Но не месяц, не двадцать, наверное. И у меня еще есть вот такой браслет, который я покупала в прошлом году. В комментариях видела, что вы спрашиваете, почему я его не ношу. Сейчас попытаюсь вам показать. Жалко, не видно. В общем, вот эта подкова, она дырявит вот эту вот бусинку. И браслет мнется, гнется. А я не люблю, знаете, куда-то иду, надела браслет. Потом пришла, сняла. У меня такой не работает. Вот я нацепила на себя браслет. И все, месяц с ним должна ходить. Поэтому, когда вы покупаете украшение, нужно обращать внимание на то, красиво ли это смотрится. А еще нужно обращать внимание на практичность. Вот этот браслетик, к сожалению, вообще не практичен. Поэтому он у меня просто лежит. Забываю надеть, когда куда-то иду. Я помыла голову. Сделала укладку. Сделала гофре. При корневой или как правильно. У меня получилась квадратная голова. Вот так вот. В общем, сделала как-то неправильно. Хотела потом собрать. И когда собираешь, тоже не очень. В общем, я впервые после того, как сделала брови, сделала себе макияж. Как вам? Пишите в комментариях. Сделала красные губки. Потому что сейчас мы поедем выбирать мне подарок на Новый год. Новый год прошел. И только сейчас мы выбираем мне подарок. В общем, я не знаю, что конкретно я хочу. Я хочу сапожки. Классные. Вот сейчас приедет мой парень. И мы поедем смотреть сапожки. Вот так вот. И в камере зарядки нет. И в телефоне. Как всегда, я ничего не успеваю. Но да ладно. По прекрасному стечению обстоятельств ни на одной из моих камер не было зарядки. Поэтому пришлось снимать на телефон. Ну что, куда деваться? Приходится. Вот такой вот у меня лучок. Курточка. Джинсики. Все как полагается. Мой парень уже внизу. Ждет меня уже, наверное, минут где-то 15. Я точно не знала, из какого именно магазина я буду покупать обувь. Но я точно знала модель, которую я хочу. Я хотела длинные ботфорты. Но в магазине я немножко, если честно, поменяла свое мнение. А потом обратно. Огромный выбор обуви именно на скидках. Но, к сожалению, то, что на скидках, мне совершенно не нравится. Мне понравилась вот эта вот пара обуви. Смотрится очень элегантно. Но высокий каблук. Я не хочу настолько большой каблучок. Также мне понравились вот эти вот модельки. Здесь каблук такой устойчивый. Но мне хотелось модельку подлиннее. Еще мне понравились вот эти модели. Оно светлый. Я боюсь, что я не смогу в этом ходить. Я еще та хрюшка. И уверена, что быстро запачкаю. А здесь я меряю. К сожалению, кстати, я надела брюки. Это было опрометчиво. Так, я уже дома. Купила себе сапожки. Именно те, которые я хотела. Хотя мы ходили достаточно долго. Я знала конкретно, что я хочу. Не то, что я ходила и выбирала. Я просто искала то, что мне нужно. Я хотела высокие сапожки. Желательно кожаные. Но кожаных не было. Я взяла замшевые. Но тоже очень хорошего качества. Они прям такие, знаете, качественные, дорогие, хорошие. Сейчас вам покажу. Смотрится вот так вот. Очень классные. Так, хотела вам именно со стороны показать. Вот так вот они выглядят. Я надела шортики вот эти вот. Немножко каблучок. Смотрится очень элегантно, красиво. В общем, я очень довольна. Именно то, что я искала. Сомневалась между 38 размером и 37. Кстати, здесь можно завязать чуть потуже, чтобы они с ног не спадали. Вот. Как вам? Пишите в комментариях. У меня такой обуви никогда не было. Но я всегда хотела. Хотела без каблука, но не было. Поэтому пришлось взять с минимальным каблучком, так скажем. Вот такая вот красота. Я в восторге, честно. Очень нравится. Это мой подарок на Новый год. Не на каждый день, конечно. Но с некоторыми нарядами прям самое то. Вот. Такие вот сапожки классные. А еще я поняла сегодня, что у моего парня абсолютно нету терпения. В общем, что я не выбирала. Он говорил, супер, бери. То есть не было такого, что это тебе подходит, а это нет. Это элегантно. Короче, никакого совета не было. Бери все, что угодно и все. Заканчиваем. То есть я поняла, что ему как-то некомфортно со мной ходить по магазинам. Вот. Ему это все неинтересно. Ну, понятное дело, мне кажется, все мужики такие. Так что я не в обиде. У меня отец тоже такой. Он мне говорит, что я могу тебя подождать в машине. Я говорю, почему ждать в машине? Ты мне должен советовать. Че, как, почем. Вот. Но я довольна. Маме показала. Маму вообще в восторге. Мама говорит, просто пушка. Очень круто смотрится. Правда, наверное, не с этими шортиками. У меня есть коротенькая кожаная юбка. Я хочу себе купить капроновые колготки с сердечками. Не знаю, что тут прям захотелось мне. С маленькими такими сердечками. Именно капронки. Куплю и буду носить. Хотя, вы знаете, несмотря на то, что уже сезон заканчивается, наверное, мы поздновато пошли выбирать. Потому что во многих магазинах действительно были новогодние скидки. Но проблема была в том, что большинство товара было продано. Оставалось везде какой-то мусор, так скажем. Я заходила и в Popu Gallery, и в разные другие магазины, в Flow и так далее. Вот. Суть заключалась в том, что везде, ну, как-то, не знаю, где скидки, именно оставался какой-то мусор. Извиняюсь за выражение. Надо было пораньше идти. Эти забожки мы купили без скидок. Но ничего. Зато мне очень понравилось. Ещё у меня такая дебильная прическа. Я прям не могу. Это ужас какой-то. В общем, гофры сделала здесь. Ну, ладно. Прилегла на 15 минут. В сапожках. И вот кто сразу пристроился тут. Надо вставать, перебираться в комнате. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!